Гет Мовис. Канал для всей семьи. Робокар Полли и его друзья Мистер Уиллер, вы здесь? Мистер Уиллер, здравствуйте. Привет, Рекки. Я решил немного передохнуть и как-то случайно уснул. Понятно. Пожалуйста, возьмите это для вас. Это что, это малина? Последние ягоды этого сезона. Хотел вас угостить. Это так приятно, но по какому поводу? Я хотел выразить вам свою благодарность, мистер Уиллер. Вы ведь всегда подбираете для меня самые лучшие шины. Это просто моя работа. Ну и ну, они выглядят такими вкусными. Пожалуйста, попробуйте. Можно. Просто потрясающе. Никогда еще не ел такую сладкую малину. Рекки, она просто замечательная. Невероятно вкусная. Спасибо, Рекки. Пожалуйста. Готово. Хэлли, теперь можешь включать. Ладно. Джин, все лампочки работают. Конечно, ведь это я их чинила. Джин! Джин, что случилось? Там, там, там змея, смотри! Где? Ты что, ее не видишь? Что? Ты думаешь, я куплюсь на этот розыгрыш? Никогда еще не ел такую сладкую малину. Я и не думал, что он будет так рад. В следующий раз я преподнесу ему еще лучший подарок. А-а-а! Э-э-э-э-э-э! Э-э-э-э-э! Змея! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Похоже, что в сарае ее нет. Я внимательно осмотрел весь двор. Но змею не нашел. Думаю, она сбежала через дыру в стене и уползла с территории фермы. Правда? А она точно сюда не вернется. Не беспокойся. Мы заделали дырку в стене и опрыскали всё репеллентами, так что всё будет хорошо. Но на всякий случай постарайся в ближайшее время не ездить в лес, ведь там могут водиться змеи. Хорошо. Спасибо, ребята. Пожалуйста. Что? Змея появилась и на ферме Треки? Да, именно так. А вы видели змею в лесу, да? Ну да. Джин сказала, что видела змею, но я решил, что она просто пошутила. Видишь, я же говорила, что это была змея. Прости, Джин. В общем, нужно признать тот факт, что в лесу города появились змеи. Да. Завтра утром оповестим горожан. И ещё нужно установить предупреждающие знаки. Хорошо. Раз, раз. Внимание, жители города Фрумс! Неподалёку от города были обнаружены змеи. Будьте внимательны и соблюдайте осторожность. Повторяю, в ответственности... Если встретите змею, то постарайтесь не проявлять агрессию. Вместо этого спокойно отойдите. Помните, змеи никогда не будут нападать на вас первыми. Да, понятно. Рой, я закончила устанавливать знаки. Тогда ещё раз проедем по парку и в центр. Ага. Джин? Как продвигается работа? Всё хорошо. Я сейчас в Сабинной долине. Ясно. Тогда полагаю, ты вернёшься позже остальных. Ладно, Хелли. Удачи. А? А, миссис Белль! Что случилось? Что? Мистер Уиллер заболел? О, мистер Уиллер. Как хорошо, что миссис Белль решила вас проведать. У меня всё в порядке со здоровьем. Ну да, конечно, вижу. Температура очень высокая. Правда? Чтобы поправиться, вам необходимо немного поесть. Спасибо. Но у меня нет аппетита. Может, есть что-нибудь, что вы хотели бы съесть? Что я хочу съесть? А, ну... Мне надо подумать. Что? Малина? Но почему вдруг малина? Ну, мистер Уиллер себя плохо чувствует. Что? Мистер Уиллер заболел? Да. К тому же у него нет аппетита. Единственное, чего ему хочется, это малины. Правда? Что же нам делать? Я вчера отдал ему свои последние ягоды. Ой, бедный мистер Уиллер. Да. Представляете, мы нигде не можем достать малину. Это просто ужасно. Но почему мистер Уиллер ничего, кроме малины, не хочет есть? Да. Вчера Трекки подарил мистеру Уиллеру корзинку ягод. И, похоже, они ему очень понравились. О, ясно. О, может, попросим Хелли полетать по лесу и поискать малину? Ведь он может долететь в те места, куда не может заехать Трекки. Конечно. Как я сама об этом не подумала. Да. Хорошо, я полечу прямо сейчас. Спасибо, Хелли. Не волнуйся, скоро вернусь. Теперь ясно, почему мистер Уиллер вчера выглядел таким уставшим. Я решил немного передохнуть и как-то случайно уснул. Это ужасно. И как я мог не заметить. Так не пойдет. Я прямо сейчас поеду на поиски малины для мистера Уиллера. А нет, значит, в лесу появились змеи. Нет, никакие змеи не могут меня напугать. Так-то. Я все обыскал, но не нашел кустов малины. Где же их еще можно поискать? Что это? Может, там я найду малину? Посмотрим. Помогите мне! Ой, я нигде не могу найти кусты малины. Помогите мне! Кто-нибудь приезжает? Откуда доносится этот звук? Это я, Треки! Треки! Срочный вызов! Срочный вызов! Хейли только что сообщил о том, что Треки попал в беду в Жаворонковой долине. Всем спасателям отправляться туда сейчас же! Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Хейли! Сюда! Треки провалился в эту яму! Треки, скажи, ты не пострадал? Нет, все в порядке, Полли. Так ты главное, не волнуйся. Мы тебя обязательно вытащим. Хорошо. Эмбер, спускаемся вниз. Рой и Хейли, вы будете помогать отсюда. Хорошо. Ты очень испугался. Мы сейчас вытащим тебя. Спасибо, Эмбер. Что такое, Треки? Тут змеи. Смотрите, их целая куча. Что? Только не это. Похоже, это змеиное локово. Выключи фары, чтобы не раздражать их. Хорошо. Треки, встань за моей спиной. Если будем вести себя спокойно, все будет хорошо. Эмбер, я позабочусь о змеях. А вы с Треки выбирайтесь отсюда. Хорошо. Ой, вроде бы все. Хейли. Что такое, Бори? Похоже, мы наткнулись на змеиное локово. Что? Сканируй местность и докладывай мне обо всем. Хорошо. Так, спокойно. Мы вовсе не собирались на вас нападать. Мы с друзьями уже уходим. Бори, с левой стороны к вам направляется целая куча змеи. Что? Ага, Эмбер, скорее. Почти закончила. Рой, вытаскивай Треки. Хорошо. Бори, скорее уходим. Хорошо. Успокойтесь. Мы просто не знали, что это ваш дом. Мы уже уходим. Так значит, ты упал, когда искал малину для мистера Уиллера. Да. Но ты же говорил, что малины в округе не осталось. Смотрите, когда я подъезжал сюда, мне показалось, что за тем валуном куст малины. Правда? Сейчас я это проверю. О, ребята, тут действительно растут кусты малины. Правда? О, какое счастье. Теперь мы наберем малину для мистера Уиллера. Да. Ну и ну, я глазам не верю. Прошу, попробуйте. Хорошо. Как вкусно. Знаете, ребята, мне очень хочется, чтобы он поскорей поправился. Уверена, с ним все будет хорошо. Да. Трекки. Мистер Уиллер. Не может быть, вы что, уже выздоровели? Не совсем. Он по-прежнему нуждается в отдыхе, но вышел сюда, чтобы лично тебя поблагодарить. Трекки, благодаря твоим ягодам я уже чувствую себя лучше. О, это здорово, мистер Уиллер. Я никогда не забуду твой подарок. Мне очень приятно, Трекки. Спасибо тебе большое. Да не за что. Пожалуйста, ешьте и скорее выздоравливайте. Да, мистер Уиллер, выздоравливайте. Хорошо, ребята. Еще раз спасибо вам всем.